Здравствуйте, я Алиса Рутвинян, специальный корреспондент телевизионной программы от популярного канадского веб-журнала на русском языке, доступного по адресу в интернете vestnik.ca. Как вы, наверное, поняли, в ближайшие 30 минут мы предложим вам удивительные и очень необычные репортажи о нашей канадской жизни. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы неплохо поработали, поэтому будет очень интересно. У каждого свой идеал дома. Мы поможем воплотить в реальность вашу мечту с наименьшими затратами и с наибольшей выгодой для вас. Будьте счастливы в вашем доме. Звоните 647-833-6600. Рабочий и творческий полдень в театральном центре в небольшом городке Бари в канадской провинции Онтарио. На сцене народный артист России, известнейший киноактер Алексей Серебряков и художественный руководитель местного театра Аркадий Спивак. Обсуждается режиссерский дебют российского актера. С 18 по 25 ноября на этой сцене Серебряков представит собственную постановку пьесы Прищучил. Драматичные истории о молодом человеке, взявшем в заложники трех своих учителей. Алексей, как вы оказались в баре? В одной замечательной компании, выпивая, как полагается по-русски, водочки, не закусывая малосольным огурцом, мы познакомились с Аркадием. Я узнал, что он руководит театром в Бари. Он пригласил меня на спектакль, который тогда шел. Это, по-моему, был ревизор Хлистакова. И у меня родилась какая-то достаточно сумасшедшая идея что-нибудь сделать в этом пространстве, поскольку мне оно напоминает театр Студия Табакова, в которой я работал больше 25 лет тому назад. И Аркадий схватился за эту идею, и так возникла Гоча. Прищучил спектакль, который я играл в театре Табакова в 1991 году. Аркадий, вы художественный руководитель этого театра. А как вас судьба занесла в баре? Дело в том, что здесь очень принято, когда учишься в университете, давать какие-то гранты на летнюю работу, чтобы ученики, студенты привыкали к работе по той профессиональной линии, по которой они должны следовать. И когда еще, самое последнее лето моего университетского образования, мне предложили здесь работу в театре, который, к сожалению, больше не существует. Просто прийти постажироваться 4 или 5 месяцев. И в тот момент как раз мой университет выходил на совершенно длительную забастовку в его истории, которая продлилась 5 месяцев. И в тот момент мне предлагают постоянную работу. И я просто понял, зачем мне образование, которое я не буду получать только за него платить деньги, когда мне по этой же линии уже предлагают работу. Я как бы остался здесь и до сих пор сижу. Алексей, расскажите, что за спектакль вы представляете? Это английская пьеса, английского драматурга Барри Кейфа, которая была написана в 73-м году, по-моему, или в 76-м, сейчас точно не помню. По поводу конкретного реформирования школьного образования в Лондоне. Она была переведена на русский язык, к сожалению, в силу цензуры. Многие вещи, слова и конкретные смыслы, обозначения их, они исчезли в русской версии. То есть английская версия гораздо более богача, жестче и глубже, чем российская. Но тем не менее, мне кажется, что тема, которая поднимается в этой пьесе, тема человеческого достоинства и некого невнимания к людям, которые исповедуют иные системы ценностей, чем мы, чем люди, которые хотят добиться успеха, богатства, комфорта. И в этой парадигме, собственно говоря, существует весь цивилизованный мир. Мы очень часто промахиваем людей, которые выпадают из этой системы ценностей и которые не собираются никому ничего доказывать и ни на чем настаивать, и которые лишены амбиции и тщеславия. Вот проблема таких людей, она существует в любой стране. Поэтому мне казалось возможным, собственно говоря, реализовать эту пьесу вот именно в этой аудитории. А почему для дебюта выбрали именно эту пьесу? Ведь 25 лет назад вы же уже работали в ней. В силу обстоятельств мы ограничены количеством людей, которые могут участвовать в пьесах. Это мой небольшой театр. Это все-таки должна быть пьеса на двух, трех, четырех человек максимум. Во-вторых, у меня в силу взаимоотношений с этими профсоюзами, которые я пока не знаю и только Аркадий знает, как это все сложно и как с ними взаимодействовать. Я поставлен в очень жесткие условия. У меня всего три репетиции на всю постановку. Поскольку это мой дебют... — Три недели? — Три недели, да. Три недели репетиции. Поскольку это мой дебют, я не имею возможности создавать вместе с артистами спектакль. То есть его как бы рождать. У меня для этого нет времени. Мне нужно его просто поставить. Поэтому я вспомнил о пьесе «Прищучил». Поскольку я сам играл, достаточно хорошо ее знаю. И могу объяснить артистам, что я от них требую. В силу вот достаточно жесткого графика нашей работы. Поэтому пока это пьеса «Прищучил». Потом дальше посмотрим, что мы... — И что? Вы попытаетесь добиться от канадского актера, который будет исполнять главную роль, которую вы уже играли, такой же игры? — Ну, вы знаете, моя все-таки задача попробовать заставить канадских артистов играть так, как играют в русском драматическом театре. Это принципиальная разница. Поскольку на примере того, что я проводил кастинг и смотрел артистов, они не знают о существовании школы Станиславского. Да даже не школы Станиславского. Это нельзя назвать только школой Станиславской. Потому что это, в общем, какая-то ментальная категория, что такое русский артист. Вот я хочу, чтобы они попробовали и сыграли в эту игру под названием «Русский драматический театр». Актерский. Потому что пьеса — это не предполагает никаких режиссерских изысков и никаких, так скажем, ярких театральных форм. Ее просто надо хорошо и честно сыграть. И я очень надеюсь, что артисты, которых я набрал, они очень талантливые, очень профессиональные артисты, но они этой системы не знают. И мне кажется, что мне будет достаточно времени, чтобы их... Ну, обычное слово на то, чтобы попробовать использовать собственную психику, собственную нервную систему и собственный инструмент под названием «Душа», чтобы найти отклик в зрительном зале, чтобы зрительный зал увидел и вот такой театр в том числе. И как вам работается с канадскими актерами? Между нами существует, во-первых, то, что я не знаю английского языка, ну, не знаю, по крайней мере, в той степени, в какой необходимо для того, чтобы проводить взаимные репетиции и обогащать друг друга. Я не знаю этого языка, я разговариваю через Женю, через моего замечательного переводчика. Это первое. Второе. У нас, конечно, ментально разные понимания того, что такое актерство, вот, но они люди талантливые, они одаренные в этом смысле, их природа достаточно богата и отзывчива, поэтому уже сейчас я понимаю, что если находить правильные какие-то задачи и ставить их перед ними, они откликаются, то есть их нутро, в общем, достаточно подвижно. А вы что думаете, Аркадий? Вы знаете, я как раз хотел добавить, что нужно было найти артистов, которые не просто подходили, входили в Алексея видения и подходили по ролям, а именно те, которые ментально готовы на какого-то рода эксперимент, потому что работать с режиссером через переводчика, играть английскую пьесу, но при этом она как бы в Англии не основывается. Это, знаете, для артиста здесь, в принципе, поскольку все работают из профсоюзов и все работают понедельно, то есть вообще иногда требуется спектакль сделать за две с половиной, готовый спектакль со всем оформлением за две с половиной недели, за двух недель, поэтому они знают, как играть оптимально, что для них нужно сделать, но как бы и поэтому на риск не всегда пускаются. А нам принципиально было важно людей, которые бы понимали вообще воды, в которых они плавают. Что мы должны ожидать на сцене? Я понимаю, будет мат, курение, что еще? Русские субтитры. Да, русские субтитры, которые будут идти, да, без сомнения, курение на сцене – это основополагающая сюжетная ситуация, которая организовывает все пространство пьесы. Да, нецензурная лексика, она в подобной ситуации, на мой взгляд, необходима, и без нее мы не обойдемся. Ну а так, достаточно серьезный разговор о нашей жизни, о том, кто мы, о том, что мы отстаиваем, за что мы готовы бороться, и о том, как мы, в общем, по большому счету, слабы перед миром. А вы знаете, за что вы хотели бы бороться в этой жизни? Ой, господи боже мой, я боюсь за то, чтобы мне было интересно. Это, в общем, все, что я делаю. Есть какие-то пьесы и роли, которые идут на сцене столетиями. Вот Гамлет. Каждый актер мечтает об этой роли. А сколько их уже ее сыграло? А почему так происходит? Есть, я думаю, что есть такая спрессованность, когда вот все оказывается в одном названии. Вот Гамлет, например, без сомнения, именно такая тема, когда через эту роль можно попробовать сформулировать для себя, кто ты такой и в каком взаимодействии ты находишься с окружающим миром. Таких ролей очень много. Вот Чехов умудрился написать несколько сугубо русских Гамлетов, потому что все его пьесы «Чайка», я играл, например, «Три», я играл Тригорина, я играл Лопахина, я играл Иванова. И это все Гамлеты. Потому что Чехов умудрился каким-то образом сформулировать вот эту парадигму, что такое я и что такое окружающий мир и как я с ним взаимодействую. Я его, я с ним соглашаюсь, я с ним протестую, я боюсь, я принимаю, я отношусь к этому с обращением. То есть это ролик, который позволяет, в общем, максимально подключить собственное человеческое нутро, ну и посмотреть, какой ты, собственно говоря, артист. Поэтому такие роли очень, так, вкусные, назовем их, да, для артистов. А вы, Аркадий, согласны? Конечно, конечно. Знаете, это обычно... Ну, Аркадий, взгляд, спрашивайте, он, в общем, больше отношения имеет к деньгам и к договорам с различными профсоюзами. С меня тянут все партнеры. Нам всем интересно, как вам живется в Канаде, Алексей? Ну, я не думаю, что это интересно. Мне живется хорошо. Давайте этим ограничимся. Мне комфортно, да. Мне комфортно. Пока есть недоразумения с моим английским, не все меня понимают. Как, собственно говоря, и я не всех понимаю. Вот Аркадий, например, не понимаю, особенно когда он говорит об отсутствии денег или нехватке финансирования. Эти слова я вообще не понимаю по-английски. Я только говорю, why, why? Ну, то есть, мне кажется, что директор должен решать такие вопросы. И вот так. Ну, нет. Вот. Так что какие-то, конечно, вот неудобства у меня возникают, но они, поверьте, решаемы. А удобства? Появились ли какие-то любимые места? Любимое место – дом. Без сомнения. Без сомнения, есть люди, с которыми мне приятно проводить свое время. А такие люди есть. И у меня есть с кем выпить рюмку водки. Я настаиваю на этом. Вот. Я все равно русский человек. От этого никуда не деться. Мои дети замечательно учатся, оставаясь русскими мальчишками. И меня это все очень радует. А где вы берете соленые огурцы? Огурцы я малосолю сам. Я открыл себе талант. И так, скажем, очередной. Я, оказывается, умею готовить. Вот это совершенно точно. Последние четыре года это доказали. А что вы любите готовить? Есть какое-то любимое блюдо? Сыве. Нет, все вообще. Я уже неделю кушаю его с отцивей. Для меня это такое акт творчества. Я творю. Вы готовите блюдо русской кухни? Я творю. Нет. Это не только русская кухня. И вообще нельзя назвать. Это только моя кухня. Потому что никто другой этого, по-моему, сделать не сможет. Я соединяю селедку с молоком легко. Жить в двух шагах. От метро и того, что важно. Кондоминиум Пальма. Три минуты ходьбы до станции Финч на линии Янг. Суперсовременные квартиры. Бассейн. Спортзон. И даже веранда для гриля. Чтобы выгодно купить новое фондо, звоните. 416-306-1000. Удивительно, как разные события или исторические документы могут влиять на нашу жизнь даже спустя много веков. Я имею в виду совсем не религию, а исторический документ. Великую хартию вольности или магнахарту, подписанную в Великобритании 800 лет назад. И многие положения которой легли в основу ключевых принципов современной демократии. До 7 ноября на этот легендарный раритет можно посмотреть старинные крепости Торонто, Форт-Йорке. Экспозиция выставки, посвященной магнахарте или Великой хартии, вольностей, организована таким образом, чтобы каждый посетитель смог наглядно проследить то влияние, которое она оказала на общественное обустройство мира. К примеру, в Торонто в отдельном зале представлены реликвии, связанные с важными вехами в борьбе за равные права притесняемых. Такие, как эти деревянные шкатулки, например, созданные в конце 19 века узниками, пострадавшими в борьбе за более справедливое и подотчетное общество государственное управление Канадой. Многие из них за несколько дней до казни передавали близким эти деревянные предметы с патриотичными подписями. Или вещи, связанные с Эмили Стоу, добившейся для женщин права работать врачами и чья деятельность способствовала предоставлению женщинам таких же избирательных прав, как и мужчинам. Или, как вот эта сорочка священника, бронежилет, которую канадский священник Брэнд Хаукс был вынужден надеть из-за опасности покушения. Брэнд впервые в Америке, совсем недавно, в 2001 году, провел официальную церемонию бракосочетания для двух однополых пар. Так что семена, заложенные магнокартой в основании современной демократии, продолжают приносить плоды. Уэйн, расскажите о магнокарте, почему этот документ столь важен? Этот документ появился на свет 800 лет назад, после того, как короля Англии, Иоанна Безземельного, в качестве соглашения о мире заставили подписать магнокарту, которая, по сути, закрепила такие понятия, как основные права, по крайней мере, для английской знати того времени. Какого рода права? Основные принципы, закрепленные магнокартой, это то, что перед законом все равны, в том числе и король, право не быть арестованным без обвинения, также то, что каждый имеет право на справедливое и своевременное судебное разбирательство. А также вводились такие нормы судебного процесса, как привлечение присяжных. Что примечательно, на этот документ ссылается в судах и в наше время, когда формулируются судебные решения или в судах. Ведь концепции, озвученные в магнокарте, подразумевают защиту основных законных прав граждан. К примеру, есть такой документ, как индейская магнокарта, представляющая собой королевскую декларацию, изданную в 1763 году и определившую основы прав коренного населения Британской Северной Америки. И на нее тоже ссылаются и в наши времена коренные народы Канады, которые считают этот документ своей магнокартой, установившей их свободы и права. А как магнокарта оказалась в Канаде? Эта выставка, которую представят в нескольких городах Канады, примечательна тем, что она состоялась благодаря стараниям фонда «Магнокарта Канада», и в частности, благодаря Сюзи и Лину Роднес. Будучи юристом, Лин Роднес всегда знал, какое важное влияние оказал этот документ на развитие правосудия и общества, и поэтому очень хотел представить магнокарту в Канаде. Этот документ, которому 800 лет, никогда не выставлялся даже в английском графстве Дарьем, где все это время хранился. Никогда вообще? Да, никогда прежде. На протяжении восьми веков эти документы лежали в шкафу, а теперь их покажут по всей Канаде, в том числе и в нашем историческом комплексе Форт-Йорк. Я слышал, что магнокарта также и по сей день определяет такие вещи, как, например, кто может рубить деревья в лесу или совершать прогулки по нему. Расскажите об этом. Другой документ, который является важным компаньоном магнокарты, это лесной устав. Сама по себе магнокарта фокусировалась на правах знати и высших стоев общества. А вот лесной устав подразумевает меры, непосредственно влияющие на обычного человека. Такие, как, например, она определяет, кто же может получить доступ к Земле и ресурсам, и принцип, что все мы несем общую ответственность по заботе о Земле и природные богатства. В качестве примера я люблю использовать право свободного доступа на Земли, которые управляются правительством, которые есть у каждого жителя Онтарио. То есть вы можете, к примеру, разбить привал во время похода на эти земли. Эти понятия существуют в нашем обществе спустя 800 лет после того, как они были впервые сформулированы. Я понимаю, магнокарта определила такие ключевые понятия, как равенство всех перед законом или невозможность беспричинного ареста. Да, это так. И эти права постепенно распространили на все свободное население, а не только знать. Именно это влияние на расширение прав всех членов общества важно. Разные пункты и части этого документа со временем дополнялись и расширялись. И в этом проявляется история человечества. Права и свободы со временем претерпевают изменения. Магнокарта лежала в основе американской конституции, например. И если изучить внимательно, сколько раз она подвергалась справкам, то станет очевидна жизненная сила нашего общества. А что за история с сформулированными в магнокарте правами вдов? Почему именно вдов? Магнокарта – это один из самых первых документов, определяющих права женщин. В некоторой степени это, конечно, очень узкая область применения, но многие большие дела начинаются с малых. И в этом случае это было определение, запрещающее насильную выдачу замуж, овдовевших женщин и не позволявшее отбирать их собственность по прихоти короля. То есть вводилось понятие, которое давало женщинам некоторой контроль над своей жизнью. И это, по-моему, и есть те основы, заложенные в понятии прав женщин, которые со временем расширились. Все-таки не понимаю, почему было так важно определить права именно вдов? У короля Иоанна Безземельного в те времена были права чинить произвол. И это и стало причиной недовольства знати против него. Ведь как это было? Все, что он пожелал, своенравно или нет, должно было выполняться. Иными словами, не существовало понятия, что правление – это общая ответственность, и не было никакой системы сдержек и противовесов королевской власти. И конституционное ограничение монархии должно было начаться с малого, когда было сказано «Уважаемый король, у вас нет безграничного права делать то, что вам вздумается». Вы не можете указать на что-то и сказать «Я хочу эту женщину», или «Она должна выйти замуж вот за этого мужчину», или «Я хочу этот дом». Знакомство с истоками современной демократии, которую часто критикуют, но пока еще никто не предложил более эффективных правил общественного устройства, в музейном комплексе Форт-Йорк в Торонто постарались сделать увлекательным, а не занудным занятием. Внимание у публики старинной крепости Торонто, помимо выставки «Амагна Карти» предлагается множество других вариантов времяпровождения для всех возрастов. От мастер-классов по выпечке рождественских пудингов до концертов, на которых музыка исполняется на старинных и почти забытых инструментах. Так что рекомендую не пропустить эту выставку, чтобы потом не сожалеть об упущенной, редкой возможности и не ворчать по поводу того, что узнать не удалось. Здравствуйте! Я адвокат и юрист Екатерина Неумина. Каждый день я помогаю клиентам успешно оформить иммиграцию в Канаду. Обращайтесь! Запись на консультацию по телефону 647-778-1104 Прежде чем мы завершим программу, хотела бы напомнить, что нас также можно смотреть на веб-сайте по адресу в интернете вестник.ca. Также замечу, что мы всегда рады просьбам разместить у нас рекламу. Для большего успеха вашего бизнеса мы готовы не только хорошенько пошевелить хвостом, но также предложить вам привлекательные цены на рекламу среди молодых, активных и экстраординарных русскоязычных жителей Канады. Звоните в наш рекламный отдел по телефону 416-273-8545. Успехов вам и отличного настроения!